Всем привет! С вами 13 из Уксов. Сегодня мы посмотрим на обновленное механическое пусковое устройство от компании РАК. Данная компания для меня является загадкой, потому что я никогда не пользовался продукцией данной компании, но насколько мне известно ребята выпускают ручные гранаты, дымы, пусковые устройства, ну и соответственно выстрелы для пусковых устройств. Компания РАК, насколько я понимаю, была первой компанией, которая сделала механическую гильзу. Собственно эта механическая гильза и есть. В 2018-2019 году данные пусковые устройства использовались популярностью у ряда игроков, но одновременно с этим были как позитивные отзывы, так и негативные отзывы, которые касались в частности чистки гильзы после непродолжительной стрельбы. Как заявляют компания РАК они проделали работу над ошибками, изменили заряд пиротехнический выстрел, изменили немножко конструкцию пускового устройства и в 2022 году они возвращаются на рынок. Собственно на обновленную гильзу сегодня мы и посмотрим. Поехали! Сразу хочу сказать, что погода сегодня не очень, достаточно морозно и очень сильный ветер. Но так как мы снимаем не в вакууме, мы снимаем не в идеальных условиях, снимаем вот как есть. Вдруг игра, вдруг сегодня мне надо стрелять, а ветер, да, что я не буду стрелять, буду. Поэтому, о чем я хочу сказать, сегодня какие вот у нас будут результаты, возможно в других климатических условиях, там при другой температуре, без ветра, показатели возможно будут быть, могут быть другими. Приходит гильза вот в такой вот упаковке. Достаточно красивая и прикольная упаковка. Гильза пусковая механическая ГПМ-35. На обратной стороне упаковки написано, для чего предназначена гильза, а то, что запрещается стрельба прямой наводкой по людям, животным, низколетящим объектам. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Используйте средства защиты глаз и рук, не подлежит обязательной сертификации. Стоит данная гильза 6600 рублей. Ну, и выглядит следующим образом. Внутри, как вы можете увидеть, имеются нарезы. На тыльной стороне гильзы маркировки RAC Made in Russia, ГПМ-35, номер ТУ, гильза пусковая механическая, а также номер гильзы, как я понимаю, они номерные и у каждого, так скажем, гильза будет уникальная. Гильза разбирается. Для неполной разборки необходимо открутить внешний ствол, ну и можно произвести чистку. Один интересный факт, то, что данная гильза является, так скажем, полуавтоматической, да, и ее не надо, допустим, как таговскую гильзу каждый раз взводить там и так далее. Здесь все немножко проще. Если мы нажимаем на ударник, ну вот пальцем особо ее, конечно, не нажмешь. Снайду, чем можно нажать. А, вот. При каждом нажатии из этого отверстия выходит ударник, который ударяет там по капсуле-воспламенителю, да, так скажем, или там по пистону. И каждый раз взводить гильзу не нужно, что значительно ускоряет процесс стрельбы. Выстрелы приходят вот в такой вот упаковке, по 6 штук. ВОК-35. Не знаю, почему по 6, почему там не по 5 или не по 10, пусть будет по 6. ВОК-35С с пиротехническим вышибным зарядом содержит горох. Помимо выстрелов с горохом еще существуют выстрелы дымовые, с краской и, по-моему, акустические. Стоимость данного выстрела 160 рублей. Как видим, он выполнен в форме конуса. По всему его, по всей площади имеется этикетка. А внизу имеются вот такие вот насечки, которые встают в нарезы пускового устройства. На тыльной стороне мы видим фольгу, ну и там какой-то пиротехнический элемент, который ударник протыкает фольгу, ну и тем самым выстрел инициироваться. Давайте попробуем пострелять. Ну и оценить, как далеко летит данный выстрел. Итак, мы вставляем выстрел в пусковое устройство. Нужно вставить его до щелчка. После чего вставляем выстрел в гранатомет и стреляем. Целимся по прицельным приспособлениям от компании так, так как других прицельных у нас просто нет. Стреляем в левый дверной проем. Пробуем. Долетело, я вам скажу, что долетело достаточно точно. Давайте попробуем еще. До щелчка. При этом выстрел не выпадает и держится крепко. Тест на ранение в снег. Куда без этого, да? Улетело еще дальше, чем в первую очередь. Я думаю, вы слышите, да, сильный ветер. Ну, как я и говорил, снимаем как есть. Улетело дальше, думаю, что это связано с неким нагаром, может быть, внутри гильзы. За счет которого там каждый последующий выстрел летит дальше. Так как я использую 203, Третий, приходится каждый раз вынимать выстрел, точнее, вынимать гильзу для его перезарядки. Если был бы какой-нибудь мушкетон или там М79 короткий, можно было бы просто заряжать через горло каждый следующий выстрел, но и скорострельность была бы выше. Попал в здание, только попал не в левый дверной проем, а в следующий в окно. Еще один интересный момент, о котором хотелось бы упомянуть. Если мы возьмем ствол от Тага, от недавней новинки Кикшелл, и ствол от Рага, то я вам скажу, что нарезы в этих стволах одинаковые, ну или по крайней мере они очень похожи. При этом ствол от Кикшелла на базу от Рага мы прикрутить не можем, а ствол от Рага к Тагу можем. Таким образом мы получаем гильзу Кикшелл с удлиненным стволом. Не знаю, что нам это дает, но тем не менее. Сегодня, помимо всего прочего, попробуем еще пострелять Раговскими выстрелами из Таговской гильзы. И Таговскими выстрелами из Раговской гильзы. Проведем тест на взаимозаменяемость. Если мы берем выстрел Раг и ствол от Тага, то, как видим, все это дело подходит по нарезам. Ну и выглядит следующим образом. Если мы берем Таговский выстрел к гильзу от Рага, то это дело все тоже подходит. Но держится там не очень хорошо. При этом на Таговской гильзе нарезы заканчиваются, да? И Раговский выстрел, он упирается в окончании нарезов и не доходит, может не доходить до конца. Ну, сейчас мы все это дело попробуем. Ну и предлагаю попробовать выстрелить из Раговской гильзы Таговским выстрелом. Ну, тут никакой фиксации речи не идет. Он здесь не фиксируется. Ну, собственно, он для этого и не предназначен. Давайте попробуем. Таговским выстрелом выстрелить не получается. Ударник прожимает пусковое устройство, оно щелкает, но выстрела не происходит. При всем при этом, да, мы видим, что я просто взял и уронил выстрел из ствола. Давайте теперь попробуем из Таговской гильзы выстрелить Раговским выстрелом. Кикшелл взводим. Все взвелось. Выстрел на месте. Выстрела не произошло. Да. Ударник отстрелил. Но при этом выстрел не синициировал. Если говорить о размещении выстрелов и пускового устройства, то в обычный подсумок под 40-мм выстрел для подствольного гранатомета выстрел от Рага влезает хорошо. Одновременно с этим в такой же подсумок подойдет и само пусковое устройство. Из этого делаем вывод, что выстрелы и гильза влезают в любые подсумки под 40-мм. Будь то там спинная панель, бандольера, не знаю, ну что угодно. Давайте попробуем еще пострелять на дальность. Сейчас посмотрим, как это будет. Если что, переставим камеру, чтобы вам было лучше видно. Что, там видно что-нибудь было? Летит хорошо, летит достаточно далеко. Продолжение следует... Подпишись на крыльях. Посадяем. Уберяем. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... Используем. И так, после 11 выстрелов Вот так вот засирается Пусковое устройство Я бы не сказал, что ствол там как-то сильно зазран Но сама база вот так вот засирается Но при этом Где тут Она продолжает работать Ну, я думаю, она и продолжит работать В целом, вроде все нормально Ну, что могу сказать Отстрелял я 11 выстрелов Все вроде летит Летит и далеко И летит более-менее точно Повторюсь Погода сегодня вообще не очень Ветер При должной сноровке Я уверен, что данные выстрелы Можно стрелять точно Опять же, повторюсь Я эту продукцию вообще никогда не использовал И сегодня Я там видел ее и пользовался ей первый раз Отстреляв 11 выстрелов В каких-то проблем там С несработкой Еще с чем-то У меня не было Все выстрелы улетели Все сработало штатно Единственное, меня подводит Мой старенький уже Гранатомет Где-то он там не дожимает Где-то еще что Ну, в общем, думаю В ближайшее время надо Поменять В целом продукция мне понравилась И это уже И это уже получается у нас Третье нарезное пусковое устройство Которое есть на страйкбольном рынке В целом На этом у меня все Всем спасибо за просмотр С вами был 13 из Иксов Всем пока А, чуть не забыл Где-то в комментах видел Что у кого-то получилось Стрелять таговской продукцией Из раговской гильзы Ну, или наоборот, короче Не знаю, почему так Ну, вы все видели сами У меня не получилось Опять же Гранатомет это Ну, или это несовместимость В общем, у меня не получилось Если у кого-то это получилось Напишите, пожалуйста, в комментариях Как вы это сделали При каких условиях У вас это сработало Теперь точно все Пока